добрый день мы сегодня заканчиваем цикл уроков посвящена еврейскому линии и сегодняшний урок он посвящен в целом сгул от каким-то средством до способов и прочим вещам связанным с именами и начнем мы просто вот из того что как бы по теме не вписалась ни в первый ни второй ни в третий ни в четвертый урок это а например такая вещь как прозвище и сокращение все мы знаем что распространено прозвище среди людей до называть людей не по имени по прозвищу а также есть еще более распространенные обычаи сокращать какие-то имена так вот говорит зоар что тот кто дает прозвище своим товарищам тот пробуждает определенного духа да то есть духовном мире есть некий там дух который будет открывать ему до ворота в гейном то есть нельзя называть прозвищами своих товарищей ни в коем случае придумывать и тем более употреблять эти прозвища другое дело с сокращением имен в принципе сокращенное имя иногда бывает собственно говоря разновидностью имени и в некоторых случаях нет ничего страшного но есть определенные ограничения что если человек например назван именем которое со является именем ангела то такие имена лучше не сокращать например что это это за имена михаэль гавриэль ариэль рифаэль вот эти имена может быть еще какие то есть но вот эти четыре имени точно их уриэль кстати еще их лучше не сокращать это плохой знак как говорится дальше когда мы говорили о плохих и хороших именах а также о смене имени мы говорили о том что имя злодея это плохое имя так вот есть некий уже как бы список он приведен в книге шимот баррец там приводится этот список имен которые лучше не использовать при изменении имени или при да например при речении ребенка одно из них на прориме белом понятное дело что во-первых непонятно кто из родителей будет называть его ребенка беломом потому что понятно что белом это очень негативный персонаж и вряд ли кто-то будет называть своего ребенка таким образом но тем не меньше мод баррец приводит это имя в списке говоря что не надо так называть людей также приводит он имена авнер 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 а тоже считается плохим именем именем злодея и поэтому тот кто уже носит имя авнер пусть он изменит добавив букву ют авинер да букву ют посередине так будет лучше кроме того говорит шимот баррец что нехорошо также иметь фамилию которая связана с именем злодея например фамилию лаван лаван это фамилия белый дословно переводит как лаван но это имя тесте якова который был колдуном и поэтому лаван не очень хорошо дальше есть такая фамилия например корах корах это оппозиционер да то есть вот бунтовщик который бунтовал против муж и его поглотила земля поэтому тоже такую фамилию лучше не брать как я уже говорил не хорошо брать имя при смене минаше потому что это был царь идолопоклонник и в современном вообще в современном мире нашим друг с вами израиль я слышал что есть например берут имя ним рот ним рот ты тоже например никто бы не захотел бы брать имя я говорю про белама такая раньше тоже никто бы не захотел брать имя ним рот но тем не менее есть такие имена и от них лучше отказаться имена которые ухудшают судьбу человека при изменении имени это например азхария азхария это имя одного из пророков и причина почему она ухудшает судьбу человека в том что хоре был убит также был например убит и шая пророк и шая и например как быть например человеку его зовут и шая или его как ему например изменить имя чтобы она что-то по на него позитивно влияло для этого как я уже говорил достаточно как добавить имя с буквой ваф но так как есть два варианта имени шая это и шая и шая где от две последние буквы ахэй и ваф соответствуют буквам имени всевышнего то будет добрым знаком для человека который задумал изменить свою судьбу пусть зовется например с какого-то момента не шая а и шаяу не гидалья а гидалья и например не ирмия а ирмия ирмия тоже при изменении имени тоже нежелательно брать потому что как мы знаем из книги пророка ирмия из книги эйха что его у него была довольно тяжелая судьба интересный значит история с именем рут кто-то говорит что это рут ему мы знаем что рут это предок да по женской линии царя давида и она была из народа муав возникает вопрос что и что это за имя рут это имя из народа муава или это еврейское и есть как как обычно всегда две точки зрения первая точка зрения что на самом деле звали ее галит и когда махлон брал ее в жены он когда в махлон с братьями и с матерью ушли в землю мав когда был голод они там взяли себе жен они сделали прошли процедуру формальную процедуру дьюра и в процессе этого дьюра у имени вот этой галит появилась имя рут то есть ее как бы новое им есть мнение что не труд это имя народа муава и она его не меняла и таким образом в принципе говорит что человек если уж очень сильно захочет то он может например если не имеет еврейского имени может оставить за собой не еврейское это учится вот из второй точки зрения на имя рут дальше есть у имени как я уже говорил есть в именах нежелательные имена это именно имена связанные с растениями я говорю что у женщин это имя например роза еще одно из нежелательных имен это адаса адасы это название растения мирт у мужчин это например название эрес кедр тоже нежелательно такое имя брать на первом уроке я говорил о том что имя у нас состоит из букв буквы несет какой-то себе определенный символизм и для того чтобы понять какой символизм несет себе та или иная буква на самом деле есть несколько источников например в книге маген давид есть собственно говоря по каждой букве какое-то объяснение объяснение по качеству даже в сиферги цераф в книге творения которая собственно изначально составил авраама записал рабе акива спустя несколько несколько веков десятков веков так вот он тоже говорит о том что буквы соответствует определенным месяцам соответствует определенным органам и так далее есть например соответствие букв которые человек видел во сне тоже имеют какое-то значение вот здесь например если вы посмотрите в моей книге которая называется добрый сон хельма тава в разделе буквы во сне там тоже приводится символизм тех или иных букв например что если человек что буква алиф она несет хороший знак буква мем связано с пропитанием да это связано с пропитание это как и если переводить на более приземленный язык это заработок буква ют связано со всевышним буква тет связано с добром и например с буква тет связаны с добром понятно почему потому что слово добротов начинается на букву тет но еще она связана с тем что человек имеющий например в своем имени букву тет он более как бы мобилен он легко переселяется на другое в какое-то в другое место в другую страну и хорошо там чувствовать себя материально быстро как бы чувствовать себя как рыба в воде связано это видимо еще и вот с чем как я думаю мы знаем что у нас в святом языке две буквы которые передают звук т это буква тет и буква тав так вот буква тет она чаще всего встречается словах которые имеют иностранные происхождение поэтому человек имеющий в себе букву тет в своем имени он как более предрасположен к переселению в другие страны и чувствует он себя там очень хорошо например буква айн да айн сама по себе говорит что о том что айн это глаз так вот означает что тот человек у которой есть буква айн в имени то глаз всевышнего всегда смотрит на этого человека то есть этот человек всегда под особой защитой всевышнего например буква head а так как она имеет сама по себе негативное значение то это буква head указывает на склонность к болезням например ну то есть вот подробно можете посмотреть вот в книге добрый сон там есть еще про имена но это связано больше со сновидением если вы хотите не вне вне контексте сновидений то посмотрите источники которые он называл это маген давид это мидраж который называется мидраж от ее дроби акива буква раби акива причем в двух вариантах и там разбираются все буквы подробно вот кстати интересная вещь что если человек видит во сне человека с именем давид то значит он спасется от какой-то беды а если он видит человек во сне с имя которое начинается на букву ют на букву и то это плохой знак здесь большой большой на самом деле простор для толкования имени и если мы уже перешли к буквам то есть такая сгула сгула ты средства для того чтобы у человека не ухудшалась память заключается она в следующем что когда человек читает молитвами да то когда он и закончил пусть прочитает посылка из телем который начинается на букву с которой начинается его имя и заканчивается на букву которым заканчивается и вообще идеале нужно подобрать такой посуд в котором все буквы этого все буквы имени человека присутствует для чего это нужно делать есть такой мидраж который называется хибута кевер хибута кевер это можно если так дословно перейти в победе побои в могиле да то есть когда душа человека умирает спускается в могилу приходят к ней ангелы и они должны эту душу перед тем как привести на сутка всевышним они должны как пыльный ковер выбить да то есть из ковра мы выбиваем пыль и все вот это весь негатив который обычно называется клепот вот убрать клепот от души человека и и эту душу бьют если душа способна произнести до запомнить свое имя после этой процедуры то она отправляется на суд и там есть большие шансы быть оправданы но если она не помнит забывает своими то дела и и плохие поэтому есть такая сгул а как раз таки для улучшения памяти читать первый так читать тилем поскольку стилем начинающиеся с первой буквы имени заканчивающиеся последний букву имени дальше есть сгул от которые связаны например с сейчас вот мы говорили про плохие имена а вот теперь давайте который хорошие имена хорошо их брать человеку при изменении имени и они будут положительно влиять на его судьбу во первых есть такое имя альтер альтер это по если брать немецкий язык то это получится старый а на латинском это другой что это означает то есть если человек не дай бог в детстве там болеет чтобы и там обычно всегда в древности рассматривалось но и сейчас это тоже можно принимать во внимание рассматривалось что болезни человека или какие-то неудачи они связаны с колдовством естественно когда колдун какой-то делает колдовство он упоминает имя человека если человека зовут альтер то есть на латинском другой это означает что он как бы в самом тексте вот этого заклинания нет не направляет ни на кого то есть он говорит что чтобы это пошло на другого да так это звучит если дословно перевести все это то есть пусть это колдовство там будет над 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 такого-то а этого человека зовут альтер если его зовут альтер то она как бы само имя отталкивает колдовство это первое хорошее имя следующее хорошее имя это мануах мануах это отец шимшона который упоминается в книге шофтим и написано что он был праведником и поэтому его имя очень положительно влияет кроме того мануах она однокоренное со словом там покой да такой вот минуха покой спокойствие следующее хорошее имя для мужчин это тувья тувья слова то в добро это добрый был такой человек и к нему добро будет приходить и одно из имен моши как раз таки было тувья иуда хорошее имя ерухам тоже хорошее имя у женщин хорошими это будет я или например двое ра потому что они связаны например с двумя женщинами которые очень позитивную роль сыграли в истории еврейского народа имена злодеев я уже говорил что если не дай бог просят назвать бывает например такая ситуация смотрите если человек и соблюдающий там например сефардскую традицию и он называет как правило в честь живого родственника и вот этот живой родственник подходит и просит назвать ребенка в честь него а мы знаем что этот человек не очень хороший человек да он может быть преступник не дай бог вот поэтому и отказывать с одной стороны плохо но и назвать в честь него тоже не есть хорошо поэтому предлагается такая вещь что найти имя другого найти такого чего другого человека с таким же именем который известен как праведник и называя человека этим именем иметь ввиду что мы называем его в честь праведника а не в честь злодея и как раз таки даже там например когда человек изменяет имя в молитве при изменении имени там есть такие слова что если вынесены тяжелые постановления там на такого-то человека иметь старые имя то пусть они и как бы будут вынесены но не вынесены они на человека и называется вот его новое то есть получается некое имя разделяет так и здесь мыслями мы должны хотя бы отделить несмотря на то что это одно и то же имя мы должны их разделить еще в завершении скажу такую вещь что нехорошо называть то есть даже не называть не так не хорошо брать жены женщину имя который совпадает с именем своей матери и то же самое не хорошо женщине же выходить замуж за мужчину имя которого совпадает с именем его отца значит с одной стороны объясняют это что таким образом люди становятся с восприимчивы для сглаза есть более такое материалистическое объяснение что есть у каждого из людей да как у мужа так и у жены заповедь почитания родителей и а если например те человек который вышел же взял жену с именем такой же как у его матери он назовет своего ребенка в честь хочет назвать в честь матери это имя ребенка не будет восприниматься именем в честь матери это будет восприниматься как и имя честь своей жены что назвал ребенка в честь своей жены и таким образом он теряет возможность выполнить заповедь почитания отца и матери такая же история у жены да собственно говоря если у нее родится мальчик она захочет назвать его в честь своего отца получится что люди будут думать что она назвала его в честь своего мужа и это такое обычное объяснение вот такое каббалистическое объяснение что человек который имеет в семье да то есть жену и мать с одним именем это делает его восприимчивым для сглаза и также мы знаем что например все что идет как бы подряд она тоже может делать человеку с причем для сглаза прямо если отца и сына вместе вызывают кто или друг за дружкой подряд то есть большая опасность запрещено так делать так вот запрещено делать жениться на женщине с именем матери поэтому если есть возможность такая женщина перед замужеством должна сменить имя вот у мать соответственно запросить 7 не теми так что еще какие важные вопросы нужно сказать в завершении вот что я скажу смотрите на самом деле имя еврейское имя это довольно-таки большая тема и у меня на самом деле есть несколько уже уроков их было два или три посвященных тайны еврейского имени они есть на моем канале в ю тубе и те уроки которые вот сейчас 5 уроков мы просмотрели с божьей помощью это по сути дела выжимки из тех уроков но если вы зайдете на мой канал youtube алексыков то вы найдете там целую подборку до плейлист связанные с темой еврейских имен пожалуйста заходите подписывайтесь и изучайте глубже если вы чего-то не поняли или хотите эту тему изучить глубже напишите мне там же либо на моей странице в фейсбуке александр свисыпков и я с удовольствием отвечу был рад что вы прослушали вот этот курс сжатый насыщенный курса лекции по теме еврейского имени и надеюсь что он вам понравился и вы будете осознанно до осознанно подходить к выбору своего имени к анализу своего имени и так далее желаю всем вам всего наилучшего до свидания заключительном уроке у нас был такой собственно говоря смесь различных тем и довольно-таки сложно выделить какой-то вопрос которым человек может сам себя проверить все ли он понял или нет но я предлагаю такой вопрос вопрос связаны ли ваше имя или ваших родственников с именем какого-то праведника или наоборот не дай бог злодея и ощущали ли вы заслуги праведника да на себе либо вот эти вот тяжесть преступлений злодея тоже на себе связаны ли их дела с вашей судьбой рассмотреть этот вопрос поподробнее ну и плюс еще вы можете посмотреть не только у себя у соседей у знакомых может быть где-то вы слышали какую-то историю связаны с именами посмотри вспомните ее и наложите вот этот наш урок на эту историю появятся вопросы обязательно пишите я на них отвечу